Где в Барзахе пребывает душа? Где именно она находится? Честно говоря, несмотря на то, что это уже обсуждалось в некоторых классических исламских книгах, в то же время, и Аллах знает лучше, я считаю, что нужно относиться к этой теме с некоторой долей здравого скептицизма, потому что понятия «время, пространство и место» для Барзаха абсолютно отличаются от нашего мира. Мы понимаем, что для души время идет по-другому. В какой-то степени мы также понимаем, что пространственные измерения для душ иные. Так что все попытки определить местонахождение душ в их измерениях, находясь при этом в наших, носят скорее теоретический характер. По этой причине не существует единого мнения, по этому вопросу их насчитывается более десяти. Но какая разница? Даже если мы могли бы точно определить, где находится душа, мы все равно не в состоянии отправиться туда и поговорить с этой душой. И даже если я перечислю все эти мнения, я должен сказать, что чувствую естественный скептицизм относительно цели этой дискуссии, поскольку от этого нет какой-либо реальной пользы. Тем не менее, поскольку об этом говорится в классических исламских трудах, я расскажу о некоторых из этих мнений. Для начала, современная западная культура утверждает, что души бродят по земле, что призраки людей пребывают на этой земле. Мы категорически отрицаем это. Это абсолютная ложь. Мир живых и мир душ не находятся в одном измерении. Могут ли они контактировать? Об этом мы поговорим на следующей неделе, иншаллах. Но однозначно, они не могут быть в измерении, в котором находимся мы. И кто бы из людей не утверждал, что видит души или привидения, это либо его воображение, либо ложь. Или же, что логически возможно, он видел джина в образе души. Это не настоящая душа какого-либо умершего человека. Мы не видим души умерших, когда находимся в состоянии бодрствования. Можем ли мы увидеть их во сне? Поговорим об этом на следующей неделе, иншаллах. В любом случае, мы не видим души, когда бодрствуем. Почему? Потому что души уже не находятся в этом мире. Когда мы не спим, мы не контактируем с душами напрямую. Здесь вопросов нет. Тем, кто утверждает обратное, мы отвечаем «нет». Вы идете против мнения большинства мусульманской уммы. Так где же находятся души? Я приведу некоторые мнения, и, завершив, перейду ко второй сегодняшней теме. Причина споров по вопросу местонахождения душ, видимо, в том, что есть не одно повествование на эту тему, и в каждом передается о разных уровнях, категориях для разных душ. Начнем с этого. Когда пророк, саляллаху лихи вассалям, умирал, Айша, рада Аллаху Анху, была рядом, его голова покоилась на ее груди. Вот он делает последние вдохи. Кто мне может сказать, увы, студенты, изучающие Сиру, какими были последние слова, произнесенные им в своей жизни? «Фиррафик-ль-А'ля». Все согласны? Что это значит? Что означает «рафик-ль-А'ля»? Высочайшие спутники. Кто они? «Аллах и ангелы». «Ар-рафик-ль-А'ля». «Наивысшие ангелы». «Рафик» — это группа. «Аль-А'ля» — высочайшая. Благородные песцы, или, как бы их ни называли, ангелы высочайшего уровня. Я бы хотел оказаться с ними. Это указывает на то, где душа пророка, саляллаху лихи вассалям. Там, с Аллахом. И с «рафик-ль-А'ля» — святыми ангелами. А теперь известный хадис, который все вы знаете. Он передается в «Сахих Бухари» и «Муслима». О том, где находится душа шахида. Внутри — тел зеленых птиц. Летают, кружат по раю, смотрят на рай. В одной из версий, едят висящие райские плоды и садятся на райские светильники. Но фактически они не в раю, как тела. Они в раю духовно. Летают где-то там, то есть они не живут в раю. Они там парят. Есть разница. Летают означает, что они духовно наслаждаются атмосферой рая, но они еще не в райских дворцах, еще не заселились в свои жилища, еще не со своими спутниками, и еще не едят пищу обитателей рая. По одной из версий этого хадиса, они там едят райский виноград, но не ту еду, которую подадут на блюдах обитателям рая, как об этом сказано в Куране. Они еще не там. Итак, где души шахидов? В зеленых птицах на высших уровнях рая. Тот факт, что души шахидов в раю, автоматически означает, что остальные души не там. Потому что если бы они были там, тогда какой смысл говорить, что души шахидов в раю? Итак, мы находим здесь Рафик-Уль-Аля, о чем говорил пророк, саляллаху алейху вассалям. Шахиды в раю. А как же остальные верующие? И здесь мы приходим к тому, о чем мы говорили ранее. Разногласия. Первое мнение, и я быстро назову их, так как не считаю, что различия в них очень важны. Первое мнение — все души верующих, все они в раю, а души неверующих — в аду. Это мнение основано на суждении по аналогии с положением шахидов. Если души шахидов в зеленых птицах, то, возможно, у других верующих что-то еще. Факт того, что шахиды на самом высшем уровне, парят там, дает этой группе ученых основание полагать, что, возможно, остальные правоверные мусульмане также в раю. Отстаивая эту точку зрения, они приводят хадис, являющийся другой версией этого хадиса о шахидах из сборника Бухари. В хадисе о шахидах говорится, что Ибн Масуда спросили о значении аята «Не считайте тех, кто был убит на пути Аллаха мертвыми, они живы и с Аллахом, их поддерживает Аллах». Ибн Масуд сказал «Мы спросили об этом пророка, и он сказал «Их души в телах зеленых птиц, и у них есть светильники, которые спускаются с трона Аллаха». Эти птицы летают в раю, где пожелают, а потом они садятся на светильники, чтобы отдохнуть. То есть в этом хадисе вполне четко говорится о душах шахидов, ведь аят начинается со слов. В других версиях этого хадиса, не входящих в шесть основных сборников хадисов, Ибн Хиббан передает, что душа верующего – му'мина. Означает ли это, что кто-то из передатчиков совершил ошибку и передал общий смысл, а не дословно? Или это означает, что пророк, саляллаху алейху ассалям, сказал именно «душа верующего», и тогда мы можем расширить толкование хадиса? Аллах знает лучше. Видимо, этот хадис от второго или третьего поколения передатчиков, потому что в общем контексте хадиса выражение «душа верующего» выглядит странновато. Но даже если в хадисе было сказано «му'мин», аят указывает, что под словом «му'мин» здесь имеется в виду высшая категория верующих – шахиды. На самом деле не существует явных свидетельств, четко указывающих на то, что до судного дня души всех верующих будут в раю. Другая группа ученых сказала «хорошо, если пророк, саляллаху алейху ассалям, вместе с Рафик аль-Аля, без сомнения, те, кто любит его, с ним». И таким образом, по их словам, души верующих не в раю, они в еще лучшем положении, а не с Аллахом, субхану аталя, потому что там пророк, саляллаху алейху ассалям. Поэтому все мы будем в более высоком положении, если мы любим его. Машаллах, весьма щедро, и мы надеемся на это. Третье мнение. Души верующих на равнинах перед вратами рая. То есть они близко к раю, видят врата и просто ждут, когда двери откроются. А неверующие с лицемерами на равнине перед адом. И вновь на это нет доказательств, просто теория. Четвертое мнение, и оно очень мне нравится, говорит, что они без местонахождения, они абсолютно вне любых измерений. В этом утверждении довольно мало смысла, ведь где-то они должны быть. И даже если это мир Барзаха, в любом случае, где-то они есть. Пятое мнение. Имам Малик сказал, я слышал, как кто-то из табиинов, а между имам Маликом и сахабами было одно поколение. Малик Нафи ибн Умр и его учителя были учениками сахабов. Таким образом, имам Малика из подвижников разделяло одно поколение. В Балягане, это известная книга имам Малика, записано многое из Балягат, того, что он слышал. Слова имам Малика «я слышал» — это непростая повседневная фраза, ведь он жил в Медине, и его учителями были сыновья с подвижников. Его учителей учили с подвижники. Поэтому Балягане, то, что слышал имам Малик, имеет значимый статус в науке о хадисах. Итак, он сказал, я слышал, что души верующих вольны странствовать, где им хочется, то есть не находятся в одном месте, они свободно перемещаются в мире аль-барзах. Они могут идти куда им угодно, вверх, вниз, они свободны в своих перемещениях. Шестое мнение. Ибн Хазм, известный андалузский теолог, написал, души умерших находятся там, где они были до того, как родились в нашем мире. Другими словами, со времен сотворения душ Аллахом, помните, мы говорили об этом, и до своего рождения, они находились в определенном месте, но мы не знаем, где. Затем Ибн Хазм говорит, когда мы умрем, то вернемся туда, откуда пришли. То есть Ибн Хазм утверждает, что души вернутся туда, где были изначально. Однако, во-первых, этому нет доказательств, а во-вторых, опыт, накопленный человечеством, говорит о том, что, по всей видимости, иногда случается связь с душами умерших. Мы поговорим об этом на следующей неделе. И в то же время у нас нет никакой связи с душами еще не родившихся. То есть мнение Ибн Хазма не кажется сильным. Но, как бы то ни было, такова его позиция. Ибн Абдальбар, также известный богослов из Индалуси, проанализировав все свидетельства, сказал, «Души шахидов в раю, души верующих возле их могил». И это является одним из самых распространенных мнений. Очень много ученых придерживаются этой позиции. Потому что она представляется весьма логичной. В хадисе от Бара ибн Азиба, который мы неоднократно упоминали, и помните, братья и сестры, что этот хадис является фундаментальным для данного направления науки, пророк, саляллаху алейху ассалям, сказал, «Когда душа спускается обратно, она возвращается к своему телу». Ибн Абдальбар сказал, «Душа шахида не возвращается вниз, она остается наверху, в зеленой птице, а души прочих верующих спускаются и остаются по соседству, в понятиях нашего мира, по соседству со своими телами». Это слова Ибн Абдальбара, и таково мнение большинства. Кто-то на этом основании может составить еще одно мнение, что души пророков выше, чем рай, а не срафик али аля, души шахидов в раю, а души остальных праведных там, где их тела. Аллах знает лучше, и мне кажется, что это обоснованное мнение. Существуют также и другие мнения. Кааб аляхбар, он был сыном Равина, очень интересный персонаж эпохи раннего ислама. Он передал очень много повествований из иудео-христианских источников, потому что он был богословом, воспитанным в других традициях, и когда он принял ислам, он стал ученым ислама, у него были знания о других писаниях и религиозных преданиях своего народа. Он передал оттуда очень много. И поскольку он был современником Ибн Аббаса, был с ним примерно одного возраста, то есть относился к поколению сахабов, хотя и не был из их числа. По этой причине многие его повествования вошли в наши тафсиры. Итак, Кааб аляхбар сказал, «Души верующих в Иллиин, а души неверующих в Сиджине». Но, и Аллах знает лучше, в кораническом аяте упоминается Абрар, что верующие над ним, а не верующие под ним. Все это после Дня Воскрешения, а не до. И опять же, это одно из мнений. Также существует много фольклора и весьма странных мнений, которые можно найти в некоторых книгах. Это, так сказать, сказки, мифы. Например, что души верующих в колодцы Замзам. Об этом есть упоминание в наших классических книгах. Но это довольно странновато, ведь когда мы пьем Замзам, вряд ли мы хотим, чтобы там были какие-то души. Но это всего лишь домыслы. Есть мнение, что души верующих в Дамаске, о душе неверующих в Хадрамуте, но это всего лишь пустые слова. Ибн Таймия пытался связать все эти мнения, и у него также было свое мнение. В пятом томе своей книги, на 144-й странице, он пишет. То есть он последовал мнению о том, что все праведные верующие в раю, в Барзахе до Судного дня. Души верующих в раю, хотя некоторым из них позволено вернуться в этот мир, туда, где их тела. И что они могут по своему желанию перемещаться вверх-вниз, подобно тому, как в этой жизни мы бодрствуем и спим, а наши души выходят, а потом возвращаются вниз. Так же и в Барзахе. У них есть такой же выбор. И он сказал, что такого же мнения придерживается имам Ахмад Ибн Ханбаль и многие другие ученые, имея этому доказательства и свидетельства. Это мнение Ибн Таймии интересно, и я ему симпатизирую. Между Ибн Абдальбаром и Ибн Таймии я выбираю мнение второго, и Аллах знает лучше. Оба мнения схожи, за исключением того, что Ибн Абдальбар сказал, что каждая категория будет всегда в одном месте, а Ибн Таймия, что душа может передвигаться, что, в свою очередь, схоже с мнением имам Малика. В любом случае, Аллах знает лучше. Это не тот случай, когда мы можем что-то категорично утверждать. И знание об этом не имеет для нас какой-то практической пользы. Это всего лишь гипотетический вопрос, тема для рассуждений и предположений. Но в то же время, и об этом мы поговорим на следующей неделе, иншаллах, мы постараемся разобрать все вопросы относительно общения душ. В то же время, есть свидетельства и человеческий опыт, что созерцание могилы каким-то образом влияет на душу покоящегося в ней человека. Издревле существует традиция посещать могилы, и при этом душа осознает такие визиты к ее телу. Аллах знает лучше. Может быть, это означает, что душа, пребывая где-то там наверху, имеет некую связь с местом упокоения своего тела. В конце концов, это барзах, как я и сказал в начале. Вывод таков. Мы не можем определить конкретную точку в нашем трехмерном пространстве. Не можем каким-то радаром или сканером отследить местоположение души. Душа не может и не имеет места, как это свойственно нашим телам. Возможно, душа находится в разных местах одновременно. Физики, знатоки теорий Эйнштейна меня поймут. Так или иначе, Аллах, Субхануа Тааля, знает лучше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok